Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В Самарской области семьи с детьми школьного возраста получат по 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Это будет единовременная денежная выплата. Планируется, что это произойдет в августе. Напомню, подобная мера поддержки семьи в период пандемии вводилась еще в прошлом году. Тогда на каждого ребенка до 16 лет по 10 тысяч рублей выплачивали дважды. Кроме того, Владимир Путин предложил с 1 июля платить детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5 тысяч 650 рублей в месяц. Также глава государства отметил, что необходимо выплачивать по 6 тысяч 350 рублей в месяц беременным женщинам, у которых трудности с финансами. В Самаре собираются расширить кольцо на пересечении улицы Революционной и Московское шоссе. Там планируют сделать дополнительные выезды для автомобилей. Во время ремонта подрядчикам предстоит расширить разворотное кольцо на Революционной. Также по плану обустройство дополнительного выезда с дублера перед улицей Жигулевской. Стоит напомнить, ремонт Московского шоссе стартовал 1 апреля. Подрядчики приводят в порядок участок от Мичурина до проспекта Кирова. Всего же им предстоит обновить около 8 километров дороги. Вместо ухоженных газонов, грязь и лужи, жители 18-го дома по улице Гастелло уже целый год не могут добиться устранения коммунальной аварии. Прошлым летом во дворе дома прорвало трубу и до сих пор проблему не устранили. Подробнее расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Вместо ухоженных клумб и уютного дворика бесконечная грязь. По словам жителей, все началось год назад. Правда, тогда масштабы проблемы были значительно меньше. У нас вот там была протечка. Мы неоднократно вызываем. Так как лето было жарко, оно сильно не растекалось. И, собственно, не сильно мы торопились. Думали, что, может быть, пройдет оно как-то само. Но нет, не прошло. В этом году разлилось у нас вообще на весь двор. Соответственно, подмывается почва. Мы боимся уже там ходить. И все это затапливается. В домах пошли трещины. Мы боимся, что упадет вот это вот дерево, которое наклонилось совсем на дом. Потому что подмываются корни. И, собственно, никто на нас не реагирует. Жители рассказывают, обращения в различные инстанции ни к чему не привели. Коммунальщики приезжают, но никаких конкретных действий. Приезжают, ходят вокруг. И как бы вот дети у нас тут гуляют. Ну, как они тут гуляют? Соответственно, никак. Потому что лезут и в лужи. Мы вот выкопали траншею, чтобы хотя бы вот здесь было по суше. Засорился теперь колодец. Бабушки наши, которые здесь давно живут, говорили, что там была раньше колонка. То есть, возможно, она. Водоканал приезжали, говорили, что мы не знаем, что там проходит. Вода затекает под дом, который и без того признан аварийным. По словам жителей, расселить их обещают до 2025 года. Но как дожить до этого времени, остается загадкой. Ведь от воды в здание пошли трещины. Екатер Алексеев, Олег Галочкин, СТВ. В майские праздники в Самаре планируют усилить контроль за соблюдением ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба. Все для того, чтобы не допустить рост заболеваемости COVID-19. Важно отметить, за последние шесть дней в регионе от коронавируса скончалось 90 человек. А с начала пандемии COVID диагностировали почти у 60 тысяч жителей региона. За минувшие сутки в регионе выявили еще 189 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре. 98 человек. 18 в Тольятти. 14 в Орском районе. 177 пациентов обследовались диагнозом вне больничной пневмонии и ОРВИ. 12 человек при профобследовании лиц, не имеющих проявлений болезни. Так, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 59 тысяч 863 случаев коронавируса. Из них 56 951 человек полностью выздоровели. Накануне из медучреждений региона выписали 219 пациентов. Увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией. До 1385 человек за сутки жертвами COVID-19 стали еще 15 наших земляков в возрасте от 54 до 87 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. Уничтожение более 100 килограммов наркотиков, розыск любителей чужих денег и ДТП с пострадавшим в Отрадном. Подробнее об этом расскажем в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Отрадном. Авария произошла около часа ночи на Осиновском шоссе. По данным ГИБДД, 20-летний водитель легковушки, возможно, превысил скорость, не справился с управлением и машина съехала в кювет. В результате аварии травму получил 22-летний пассажир. Его доставили в больницу. В Тольятти разыскивают двух молодых людей, которые расплачивались за покупки чужой банковской картой, которую владелица потеряла. Лица предполагаемых злоумышленников попали в объектив камеры видеонаблюдения. По данным полиции, ущерб от их действий составил 7 тысяч рублей. Всех, кто владеет информацией о местонахождении этих людей, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 112. В Самаре сожгли более 100 килограммов наркотиков. На одном из крупных предприятий уничтожено 120 килограммов наркотиков, в том числе 75 килограммов героина. Всё это было изъято сотрудниками областного управления ФСБ в период с 2018 по 2020 годы. Несколько лет наркотические вещества хранились в качестве вещественных доказательств. Так, в 2019 году сотрудниками УФСБ по Самарской области задержан житель одной из среднеазиатских республик, у которого было изъято 24 килограмма героина. В 2020 году была пресечена деятельность нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, функционировавшей в одном из дачных массивов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято 5 килограммов синтетических наркотиков и полторы тонны прекурсоров. Так как приговоры судов в отношении задержанных вступили в законную силу, вещдоки были уничтожены. Более 500 самарских школьников приняли участие в уроке «Цифры», очередной темой которого стало производство. Как устроен рабочий процесс на современных предприятиях, какую роль в нем играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Видеолекции специалисты расскажут об основных принципах цифровизации производства. Уровень сложности заданий адаптирован под возрастные группы начальной, средней и старшей школы. На сегодняшний день наш регион занимает лидирующие позиции по количеству участников. Провизация промышленности – это фактически основа перестройки и повышения эффективности промышленных производств на сегодняшний момент. Ни для кого не секрет, что внедрение роботизированных технологий позволяет существенным образом увеличить эффективность самого производства. А цифровая трансформация промышленных производств, сопутствующих процессов, логистики, документы оборота на самом предприятии, ну и вообще система управления предприятием, она позволяет сократить издержки, которые традиционно считались обязательными для любого промышленного производства. Сокращение издержек ввезет к понижению себестоимости продукции, что для нас с вами означает повышение конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке. В Самаре в эти дни проходит первенство Приворского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 14 регионов округа. В общей сложности медали разыграют в 21-й весовой категории. Обо всем подробнее в нашем материале. Назар Андреев очередной поединок завершил победой. Мальчиков всего 12, 8 из них он занимается дзюдо. Юный самарец – призер и победитель многочисленных соревнований. Говорит, на этот раз тоже пришел за медалью. Меня когда-то привели, потом мне он понравился, что там были друзья. И я начал заниматься хорошо, так и начал играть. Была первая схватка труднее, а сейчас все пошло уже в полигон. На татаме юные спортсмены до 13 лет. Впрочем, соперничество, как во взрослой дуэли. Каждый бьется до последнего, ведь победы здесь дорогого стоят. У этого возраста, наверное, основной старт получается. В 13 лет этим мальчишкам 10-11 лет – это первые в этом возрасте официальные такие соревнования. В этом возрасте больше на технику работают. И борьба, много борьбы было. В первенстве принимают участие порядка 400 спортсменов со всего ПФО. Судьи оценивают участников по целому ряду критериев. В этом возрасте есть определенная, так сказать, искринка, потому что дети приезжают на соревнования такого уровня первый раз. Для них это большое событие, как для родителей, так и для их личных тренеров. Из-за этого они стараются выступить по максимуму. Есть критерии оценки при падении, то есть на бок, на спину упал. То есть, естественно, для этого возраста вообще предусмотрены критерии по удержаниям, наказаниям. То есть, есть своя специфика именно для этого младшего возраста. За два дня медали разыграют более чем в 20 весовых категориях. 21 апреля на татаме юноши. А уже 22-го свое мастерство продемонстрируют и девушки. Диктор Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Какие объекты участвуют в проекте, как и где можно проголосовать. Найти и другие вопросы жителям региона смогут ответить волонтеры. В Самаре состоялся региональный этап очного обучения, где молодые люди узнали о запуске и организации работы единой федеральной платформы для онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых благоустройством в 2022 году. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Благодаря проекту во всех городах России появляются новые комфортные и современные общественные пространства. Основная задача – преобразить вид городов, сделать их комфортнее для жителей. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. В Самарской области в нем будут участвовать порядка 100 объектов в 11 муниципалитетах. Помощь жителям региона в этом вопросе смогут оказать порядка 3000 волонтеров. Основные функции волонтеров – это информирование граждан о возможности проголосовать, во-первых. Во-вторых, это предоставление возможности проголосовать прямо на месте. То есть на каждой волонтерской стойке будет электронное устройство, планшет, на котором граждане, которые захотят, могут проголосовать прямо сразу, не отходя от этой стойки. Мы живем в одном большом городе. Нашим детям здесь жить. Также мы здесь будем будущее строить свое. Поэтому в любом случае все это зависит от наших рук, получается, в наших руках. На площади Куйбышева идет подготовка к репетициям военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут 3 и 5 мая, а 7 числа запланирована генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации. В составе парадных расчетов 9 мая по площади Куйбышева пройдут более 2000 человек. В составе механизированной колонны примут участие более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Предусмотрена и воздушная часть военного парада. В Самару пришла холодная и ветреная погода. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. При этом воздух прогреется всего до 6-11 градусов. В ночь на четверг, 22 апреля, дождь продолжится, при этом заморозков не будет. Температура воздуха будет варьироваться от 1 до 6 градусов. Днем в четверг снова дождь, но ветер стихнет и на улице потеплеет до 10-15 градусов. На этом у нас все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в Инстаграм, на ваших экранах QR-код, сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует...